Здравствуйте! Меня зовут доктор Рей Геннон, и я обращаюсь к вам из Хайфского теологического института, где меня попросили затронуть с вами тему мессианских образовательных программ. Я полностью вовлечен в служение еврейскому народу на протяжении 46 лет, из которых 35 лет занимаюсь мессианским образованием. Мне доводилось преподавать в христианских образовательных организациях, семинариях, вести образовательные программы мессианского иудаизма, как в семинариях, так и в университетах. Так что я рад возможности говорить на эту тему и осветить ее с точки зрения важности мессианского образования, поговорить о том, что оно должно в себя включать, помимо того, что есть, скажем, в традиционном христианском образовании. Давайте же приступим. Итак, мы ринулись заниматься еврейским служением в 1970 году, сразу по окончании библейского колледжа. Я стал сразу же применять свое классическое образование христианской библейской школы в новом еврейском служении и вскоре понял, что на самом деле у меня нет достаточных знаний, и я не готов идти и достигать еврейский мир благовестием, так как я собирался это делать. Я чувствовал собственную ограниченность в великом множестве еврейских аспектов, еврейском образе мысли, истории, культуре, и это негативно влияло на мою способность подобрать нужный путь проповеди Евангелия еврейскому народу. Сегодня, благодаря многолетнему вовлечению в еврейское благовестие, многолетнему пастырскому служению, ведению мессианской еврейской общины, благодаря участию в больших евангельских проектах для еврейского народа, мы поняли, что необходимо и что актуально для успеха еврейского служения. Составляя программу мессианского обучения, наполняя ее материалом, придавая сбалансированность, мы знаем, какие элементы необходимо включать в нее. На этом фундаменте строится учебный план. Я преподавал как мессианский иудаизм, так и мессиологию в семинарии Ассамблеи Божьей в Кингской университете в Далласе, штат Техас, для программы мессианского иудаизма там, на уровне бакалаврата, магистратуры и докторантуры. И в каждом из этих учебных заведений у меня была большая честь составлять учебные планы для наиболее эффективной подготовки слушателей к служению и конкретно к служению еврейскому народу. В первую очередь, хочется отметить, насколько это важно на высоком уровне изучать мессианский иудаизм. Трудно переоценить значимость полноты изучения людьми всей Библии, дающей богословские фундаменты и направляющие к пониманию того, что Слово Божие говорит. Потому что если вы намереваетесь заниматься служением еврейским ли или каким другим без оснащения полнотой Совета Божьего Слова, вы потерпите крах еще до начала, потеряете возможность двигаться дальше. Вам действительно необходимо знать, что сказал Господь. Как бы то ни было, важно знать не только, что говорит Библия, но и знать, чего Библия как раз таки не говорит. Под этим я, в частности, подразумеваю и то, что на протяжении многих лет христианские теологи толковали Писание не с иудейской точки зрения, преломляя понимание Библии в свете греческой философии, что представляло Библию не совсем дружественной по отношению к евреям. Евангелие представало недружественным по отношению к еврейской культуре или еврейскому народу. Если же мы вернемся ко временам апостолов, то увидим, что они понимали все иначе и даже рассчитывали, что весь Израиль спасется еще в их поколении. Мы знаем, что 11 из 12 апостолов практически до конца своих дней служили именно Дому Израилеву, ожидая, что скоро и очень скоро весь Израиль будет спасен. И еще один апостол, который написал 13 книг Нового Завета, апостол Павел, апостол для языческих народов, тем не менее, ставил приоритетом провозглашение Евангелия еврейскому народу в первую очередь, потому что он понимал стратегическую важность и значимость Израиля в глобальном Божьем плане искупления. Так что, прежде всякой проповеди язычникам, Павел посещал еврейскую общину с тем, чтобы дать им справедливую возможность услышать благую вести принятию. Но то, что Павел никогда не ожидал увидеть, то, о чем апостолы и помыслить не могли, так это возникающее во II веке веяние, основанное на мыслителях, выросших в греческой философской школе, воспитанные в ней, глубоко проникшиеся греческой философской мыслью, они пришли к Господу и принесли греческое миропонимание, греческие системы координат в интерпретацию Писания. С этими позициями они подходят к еврейской Библии. Ведь мы должны понимать, что Библия является еврейской не только с книги бытия по книгу пророка Малахи или Паралипоменон, но и когда мы обращаемся к новому корпусу книг, начиная с Евангелия от Матфея и заканчивая книгой Откровения. Это все еврейские книги, написанные в еврейской методологии, в еврейском образе мышления. И апостолы, они были научены и погружены в лучшие еврейские традиции миропонимания. Они понимали весь замысел Слова Божьего сквозь еврейскую точку зрения. Они верили, что именно с еврейской точки зрения и следует понимать, учить и постигать Писание, даже для тех, кто не является евреем. Вот, начиная со II века, мы наблюдаем, как появляются люди, как, например, Иустин Мученик, живший как раз после катастрофической для еврейского народа попытки восстания Шимона Баркохбы против римлян, результатом которого стало не только падение Иерусалима, но и крах надежд на восстановление любого нового еврейского государства. И вот, на волне этих событий Иустин Мученик предлагает теологию замещения Церковью Израиля в Божьем плане. Другими словами, давным-давно Бог любил еврейский народ и имел для него обетование, дал им Тору и все такое. Но вот теперь, когда евреи отвергли Ишуа, Бог умывает свои руки в отношении евреев, а обращается, в принципе, ко всем остальным. И таким образом, теперь Церковь, международное тело верующих, становится новым Израилем или даже настоящим Израилем и полностью замещает еврейский народ во всех отношениях, как эмиссаров Божьих, как народ, работающий вместе с Духом Святым над влиянием на этот мир с целью его спасения. Но мы не видим отражения этих идей в апостольской мысли. Конечно же, мы немало проповедей слышали за свою жизнь о новом Израиле или учении о настоящем Израиле, но истина в том, что, пролистав всю Библию, мы не найдем ни одного места Писания с фразой «Новый Израиль» или «Настоящий Израиль». Эти слова – изобретения христианских теологов, решивших соединить греческую и философскую мысль, греческий образ мышления и еврейскую Библию. И Писание, пропущенное через греческий фильтр, стало пониматься совсем иначе, нежели было изначально задумано Богом для прочтения и понимания. Возникло ужасное искажение в понимании Библии. Многое было просто потеряно в ужасном переводе, что приводило людей в растерянность, а академические круги изначально на протяжении Второго и Третьего веков стали убеждать массы христиан оборвать всякую связь с еврейским миром. Всеми еврейскими вещами все еврейское опасно. Нельзя быть вовлеченными в это, нельзя присоединяться ни к чему такому, не воспринимать ничего еврейского, которое провозглашалось практически дьявольским. Они желали полного развода церкви со всем еврейским, отделения. И вот, к IV веку мы видим сформировавшееся твердое противопоставление церкви и Израиля. Церковь охватила теологическая система, полностью исключающая любую дальнейшую взаимосвязь Бога и евреев, и значимость евреев для его плана. Друзья, но ведь совершенно иначе понимали Библию апостолы, иначе понимал Моисей, Исаия и Еремия. Также иначе понимали Иисус не понимал ее таким образом. Апостол Павел понимал иначе, Иоанн Богослов понимал не так. И нам важно вернуться назад и взглянуть на Библию еврейскими глазами, трактовать Библию в плоскости еврейского измерения. Потому как иначе мы рискуем стать жертвой ложной трактовки и непонимания сути Писания, на которую купились большинство церквей в мире сегодня. Это идея теологии замещения. Что церковь полностью заменила Израиль в Божьем плане, что только церковь имеет значение для Бога, и что Израиль – это, по большому счету, просто люди, у которых была возможность, но они ее упустили и выбыли с общей картины. Если мы используем такой подход к Писанию, что Бог умыл руки по отношению к евреям, что Он больше не проявляет интерес к делу спасения Израиля, а заинтересован только в язычниках, что следует понимать все через систему координат греческой философии, тогда мы придем к совершенно извращенному толкованию Писания. Но исторически мы видим, что церковь объята этим учением на протяжении последних 18 столетий. Но такое понимание Писания сворачивает активное распространение Царства Божьего, в частности, среди еврейской общины, потому как ставит Библию во враждебное отношение к еврейскому народу, а Новый Завет предстает как нечто анти-иудейское и даже антисемитское. И таким образом мы отталкиваем еврейский народ от возможности услышать благую весть, потому что по уши увязли в ужасной теологии, изобретенной в чистом виде во II веке и устином мучеником. Такова правда. И для тех из нас, кто хочет достичь благовестием еврейский народ, и это справедливо не только для тех, кто полностью посвятил себя еврейскому служению, очень важно иметь еврейское понимание не только еврейской Библии, но и греческого Нового Завета. Это важно для всякого верующего без исключения. Без разницы, живет ли он в сибирской глубинке, или в самых темных уголках Африки, или в отдаленных провинциях Китая, где бы ни существовала вера, она будет сталкиваться с затрудненным пониманием Слова Божьего, притыкаться в откровениях Божьих, если будет смотреть на Писание через рамки греческой философии. И где бы я ни путешествовал в мире, а я преподавал и в Африке, и в Индии, и в Шри-Ланке, и Гонконге, и Южной Америке, во многих и многих частях земного шара, эта ужасающая точка зрения получила широкое распространение. Это идея из Второго века о замещении Церковью Израиля в Божьем плане, что все еврейские вещи опасны, еретичны, и от них стоит держаться подальше любой ценой, и что все наши понимания мы должны пропускать сквозь фильтры отцов в церкви, которые имели антисемитские взгляды. Это безнадежная ситуация. И такие люди не только влияют на благовестие еврейскому народу, но и на собственную библейскую реальность. Они на самом деле не понимают Библию, что она говорит из-за нехватки еврейской точки зрения. Вот почему в моем понимании очень важно заложить в учебную программу библейского мессианского образования в наши фундаменты теологии правильное понимание Библии. И мы там представляем ее такое, какая она есть на самом деле, книгу, дружественно расположенную к еврейскому народу. И мы представляем богословие таким, каково оно на самом деле есть в Божьем Слове, поддерживающие еврейскую идентичность, поддерживающие существование еврейского народа. Все время возвращаем внимание к значимости еврейского народа, судьбе Израиля в совокупности с Мессией Иисусом и приведении мира к примирению с Богом. И важность этого для нас превыше всего. Нам необходимо, если мы хотим понимать Писание, хотим, чтобы Бог использовал нас так, как Он хочет, необходимо восстановить апостольскую точку зрения, точку зрения еврейских апостолов на Писании. Второй важный аспект для мессианского учебного плана – это понимание истории. Мы должны понимать еврейскую историю, а на ее протяжении происходили великие изменения в сферах иудейской культурной практики, иудейской мысли. Еврейский мир сталкивался с различными реалиями жизни, проходил через ревизионизм различного толка, формируя то поколение, с которым мы живем в нашем мире сегодня. Так что нам необходимо понимать, как еврейская культура и образ мысли, существующие сегодня, были сформированы на протяжении столетий. И таким же образом нам следует понимать и христианскую историю, историю церкви, как она была вовлечена в учение, сформированное ею, как оно влияло на мир и на общество так, чтобы мы могли проследить пути этого влияния. И, конечно, нам следует изучить историческое развитие взаимоотношений христиан и евреев на протяжении столетий. Как одна община драматически влияла на жизнь другой. Это, безусловно, жизненно важно для благовестия, ведь чем лучше мы знаем еврейскую историю, историю христианства, историю взаимоотношений, тем проще нам будет донести благую весть еврейскому народу. Мы сможем понять влияние на еврейский народ в течение тысячелетий, развитие угроз антисемитизма, изучить литературу, которая возникала на протяжении времени в еврейском мире. Мы сможем понять эволюцию еврейской культуры и, в конце концов, добраться до второй половины девятнадцатого и перейти к двадцатому векам, развитию движения стеанизма и, наконец, возрождению еврейского государства Израиль и значения государства Израиль для людей сегодня по всему миру. Так что нам очень важен исторический ракурс в учебном плане мессианского образования. И третье, что для нас важно, это понимание библейских языков. Так что нам, безусловно, в учебном плане необходим иврит, причем как библейский, так и литургический и современный. Где бы мы ни учились, в Израиле или в Хайском теологическом институте или в Мессианском еврейском библейском институте или в Кингс-юниверсите, где бы ни была программа, иврит в ней должен систематически преподаваться. Несомненно, хорошо для слушателей будет учить и греческий язык, который был лингвафранка для первых столетий и использовался для составления книг Нового Завета или Брит-Хадаша. Так что, чем лучше мы будем понимать библейские языки, тем лучше мы сможем подойти к пониманию Писания и осознанию, что оно на самом деле говорит. И в дополнение ко всему этому, к Библии, теологии, истории и библейским языкам, очень важно внести в учебную программу мессианского образования практическое богословие. Важно быть осведомленными в духовных вещах, знать, как применять их, и нам нужны такие курсы, которые будут учить студентов, как преподавать. Нам нужно помочь мессианским студентам обучиться искусству проповеди. Конечно, можно просто встать и начать говорить, но им нужно знать, как донести Слово Божие наиболее эффективно, передать правильное учение. Нам нужны также курсы по ученичеству, чтобы знать, как важно научить новых последователей, чтобы они продолжали идти за Господом. Ну а тем, кто в служении лидера миссии или общины, необходим курс по администрированию и управлению, дабы им понимать, как управлять общиной и вести ее вперед. Последний аспект мессианского образования, который я затрону сегодня, жизненно важен. Что нам нужно предложить слушателям в наших программах в Хайском теологическом институте или Мессианском еврейском библейском институте или Кингс-юниверсити, где бы ни преподавались курсы, это как нести кросс-культурное служение. Мы надеемся, что слушатели, которые будут учиться с нами, будут нести служение не только в своем собственном кругу общения, в своем социуме, но что они выйдут за пределы собственных групп и будут нести служение людям, возможно, говорящим на другом языке и живущим в другой стране, присягающим другому флагу, имеющим другую кухню, людям, смотрящим на мир через совершенно иные очки. Нам нужны учебные курсы, способные оснастить мессианских студентов, научить тому, как понимать другие культуры, как взаимодействовать с другими культурами, как, по сути, стать бикультурными или поликультурными людьми, чтобы донести неизменное Слово Божье в различные социальные слои по всему миру. Помните, наша ответственность касается не только нас самих и наших общин. У нас есть мессианский мандат, великое поручение идти по всему миру и проповедовать благую весть всему творению. Вот интегрированная суть того, что бы нам хотелось преподать людям в рамках мессианского образования, дать хороший библейский и основной богословский фундамент, учить историю, как еврейскую, так и христианскую. Мы хотим погрузить слушателей в еврейскую культуру во всем ее многообразии. Мы хотим преподать людям языки и евриты греческие, дать возможность слушателям приобрести навыки практического богословия, чтобы они могли наиболее эффективно для Царства Божьего применять полученное образование и помочь им выйти за рамки собственного круга и, возможно, достичь других стран и, перемещаясь по всему земному шару, неизменно эффективно нести благую весть. Итак, мессианская учебная программа, созданная нами, основана на нашем личном опыте, опыте последних десятилетий, в течение которых мы успешно служили благовестием еврейскому народу, поднимая мессианские синагоги, служа огромному количеству мессианских евреев и евреев церковного мира и имели огромное влияние на Израиль, на еврейский народ и на церковный мир, и Царство расширялось через израильскую землю. И в еврейских общинах по всему миру мы видели, насколько важно, чтобы люди получили подобное обучение, так, чтобы они могли наиболее эффективно служить для славы Божьей и прославления Его. Я предлагаю вам серьезно задуматься над обучением в Хайфском теологическом институте. Я приглашаю вас, если у вас есть такая возможность, обучаться по одной из программ еврейского мессианского библейского института, служащим сегодня многим народом по всей земле. Если у вас есть достаточный уровень английского языка и вы хотите учиться в Кинске университи в Далласе, я приглашаю вас подключиться к мессианской еврейской учебной программе там, на том академическом уровне, который вы хотите. Я бы сказал так, будьте научены, будьте подготовлены, будьте таким инструментом, который Бог сможет использовать для распространения Его Царства. Спасибо вам за эту возможность сегодня делиться с вами, и я надеюсь, мы с вами еще когда-нибудь и где-нибудь встретимся в учебной аудитории и продолжим обсуждать эти вещи. Спасибо вам за ученичество, мессианское ученичество Слову Божьему. Служите, и Бог будет использовать вас чудесным способом. Бог да благословит вас. Это был доктор Рейганом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.OasisDefisMedia.tv Продолжение следует...